Привет! И сейчас я буду поговорить о эмоциональном выгорании и депрессии. Что такое эмоциональное выгорание и депрессия? Это когда человек ничего не хочет делать, у него тупик, хочет выйти из тела, прибегает к разным психотропам, алкоголь, пытается как-то отвлечься, забыться, потому что внутри огромная такая дыра, из которой утекает дух, утекает бесконечный, безграничный поток, который направлен от Творца к жизни, но ему не за что зацепиться, и он так пролетает мимо. Что является причиной тому, что человек попадает в это кольцо, из которого практически большинство людей самостоятельно вообще оттуда выбраться, крайне я не знаю, я не знаю способов. Что является причиной, почему туда люди попадают? Это банально предательство своего духа, предательство своей миссии, предательство своего предназначения. То есть, когда человек долгое время играл чужую роль, и ему было несколько знаков, что он заигрался, но он их проигнорировал, и потом происходит такой жесткой пике. Некоторые люди прибегают к каким-то искусственным методам, заигравшись, знаете, как в барон Мюнхгаузена, пытаются себя там с помощью каких-то медитаций еще что-то там вытащить. Как туда попасть? У каждого человека есть чистая интуиция и есть голоса в голове. Вот если голоса, там, иди туда еще, и особенно если это там мамин голос, чужой голос, или ваш голос, он вроде бы как ваш голос, но, одно но, давайте сначала сейчас, да, чуть-чуть вот откачу назад. Значит, смотрите, вот для того, чтобы вы пришли в библиотеку, хотите найти какую-то книгу. Без библиотекаря вам легко будет найти эту книгу? Тяжело. Также и для разума, для тела нужна интуиция, но чистая интуиция, и надо следовать за ней. Знаете, есть фраза такая, тело никогда не врет. Я уже говорил, есть у мозга альфа-состояние, это когда ты только-только просыпаешься, ты пробуждаешься, и у тебя в руках еще нет силы, такие ручки, как детские такие, ты сжимаешь кулаки, они у тебя не сжимаются. Вот это состояние, оно называется альфа-состояние. Вот в нем практически равновесие. Смотрите, если в эмоциональном равновесии вы падаете в какие-то чувства, страх, гнев, обида, зависть, вина, долженствование и так далее, то вот в этом состоянии интуиция – это очень плохой помощник, советчик. Это не интуиция, это всякие демонические программы активированы. А вот когда вы только проснулись, и у вас еще в кулачках нет силы, то в этот момент у вас есть тонкая связь вашей души, вашего духа с Творцом. И вот в эту связь могут прийти, вот тут надо задавать вопросы, когда нет эмоционального вот этого колебания, качелей, то приходят, куда надо следовать. И дальше, смотрите, приходит вам какой-то ответ, если вы в этот момент испытываете радость, творчество, ликование, энтузиазм, подъем силы, вот туда и надо идти, вот то, что называется «тело никогда не врет». Если у вас уныние, опять обида, зависть, ну опять вы не туда идете, и вот в этот момент надо говорить «стоп, меняю». И надо ловить вот это ощущение подъема, когда вы можете воспарить. Вот в этом, поймав вот это чувство, радость, ликование и так далее, вот вы тогда идете туда, и все очень просто в теле. Либо вы испытываете уныние, и вы идете не туда, вам подсказка такая, бим-бим-бим, не туда, не туда идем. Либо радость, ликование, восторг, и тогда давай полный вперед, действуй, педаль в пол, газ. Все.